Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами продолжаем наши сюжеты об обрезке плодовых деревьев. Итак, перед нами молодая, активно растущая яблони. Вы видите, что год для нее выдался очень удачный. Она дала очень большой прирост, иногда даже больше метра. У нее началось загущение активной окроны. Ее высота уже достигла оптимальной для взрослых деревьев на карликовом-полукарликовом подвое. И наша задача сегодня это, во-первых, продолжить ее формировку, во-вторых, проредить крону и, в-третьих, снизить ее, для того, чтобы она приняла наиболее оптимальный вид и была удобна для ухода и красиво вписывалась в ландшафт этого сада. Поскольку дерево молодое, проблем со здоровьем у него нет, то традиционная операция, которую мы всегда выполняем в начале обрезки, а именно удаление всего сухого, больного, поломанного, здесь отпадает. Мы приступаем к обрезке с того, что удаляем все ветки, которые растут внутрь кроны. Загущает ее. Помним, что секатор при обрезке ставим обязательно режущим лезвием, щечкой, к дереву, к той части, которая останется. Обрезать по-другому можно в том случае, если вы срезаете однолетний побег и у вас есть возможность двигать секатором. Итак, убираем все, что растет внутрь. Субтитры делал DimaTorzok Также убираем все то, что трется, соприкасается. Ведь под ветром ветки, которые трутся друг от друга, получают травмы, перетираются. Все перекрещивающиеся ветви, не просто трущиеся, а даже те ветви, которые нависают крест-накрест друг от друга, мы тоже вырезаем. Либо обрезаем на почку, растущую наружу. Укорачивание до 3-4 почек способствует тому, что в дальнейшем здесь могут заложиться цветковые почки, плодовое образование. То, что даст нам дальнейшим урожай на этом дереве. Итак, мы сейчас убрали все, что мешает внутри кроны. Теперь там не будет затенений. Те небольшие плодовые ветки, которые остались, они остаются на какое-то время, до тех пор, пока крона не разрастется, и дерево само их в дальнейшем заглушит. Они несут только плодовую нагрузку. Листьев на них образуется немного, и к загущению кроны, особенно на таком молодом дереве, это не приведет. Итак, сейчас мы приступаем к укорачиванию и переводу ветвей на боковые ответвления, чтобы снизить крону. Вы можете видеть, что дерево за один сезон дало очень большой прирост. Здесь есть еще и острые углы, и такие вот веники по 3-5-4 веточек одновременно приводят к тому, что дерево загущается. Поэтому наша задача аккуратненько убрать все лишнее с переводом на наружные ответвления. И укорачиваем их тоже. Получается, что почку укорачиваем на наружную почку. Проснувшийся отсюда побег будет вытягивать крону, вытягивать эту ветвь наружу, делая крону более раскидистой, более широкой. Отдаем преимущество тем ветвям, которые отходят от дерева радиально во все стороны. Те, которые идут параллельно стволу, которые идут немножко не в центр кроны, а не наружу и не вовнутрь, мы либо вырезаем, если они мешают, либо обрезаем с укорачиванием на наружную почку. Вот здесь вертикальный побег с такой тенденцией расти сильнее. Мы его укорачиваем на три почки, вот с тем, чтобы оно в дальнейшем формировало здесь плодовую древесину. Либо вырезаем такие побеги полностью, если их слишком много. Это довольно-таки слабая ветка, сформироваться в полноценную скелетную ей уже не получится, тем более, что они идут параллельно и на небольшом расстоянии вот от этой ветки. Ее я бы убрала. Вырезаем ее на кольцо по внешнему краю наплыва у ее основания, вот здесь. Располагаем секатор и одним движением срезаем. Когда мы не можем дотянуться до той или иной ветки, на помощь нам приходят более серьезные инструменты. Вырезаем здесь центральный побег с переводом на боковое ответвление и укорачиваем его. Все срезы стараемся делать в данном случае на наружную почку, для того, чтобы крона раскрывалась, приобретала правильную форму. Последний этап. Мы должны сделать крону компактной. Нам нужно снизить ее. При снижении кроны мы ориентируемся на то, какая ветка из боковых, из тех, что вы видите здесь, находится в самом оптимальном положении. С тем, чтобы когда эта ветка станет центральным проводником, она шла в нужную для нас сторону. Можете видеть, что было проведено снижение сначала здесь, вот проснулась ветка, пошла дальше. И сейчас вот эта часть ствола немножко отклонена от основной оси дерева немножко в сторону. И нам нужно выбрать тот побег, который потянет ветку обратно. И в то же время такой побег, который бы был как можно чуть пониже. Пожалуй, на первое время мы ограничимся вот этой веточкой. Теперь он центральный проводник, но мы должны убрать и конкурента. Либо вырезать его полностью, либо его сделать короче. Выбираем хорошую почку в сторону, наружу и срезаем его. Конкурентов быть тут не должно. Обязательно, когда мы обрезаем, сведим за тем, чтобы все-таки самым высоким побегом был только один. Остальные от него отставали. Сейчас мы немножко подрежем новый центральный проводник над той почкой, которая пойдет в обратную сторону от ее теперешнего наклона, для того, чтобы дерево формировалось как можно более правильней. Обходим наше деревце. И вот уже с другой точки мы можем видеть, что вот этот вот побег, глядя отсюда, он фактически равен вот этому. Поэтому это конкурент. Мы его убираем полностью. И еще больше сокращаем. Когда вы делаете обрезку, не поленитесь обойти дерево с разных сторон несколько раз. Вполне возможно, что каждый раз перед вами будет открываться немножко другая картина, и вы будете видеть свое дерево совершенно по-другому. Круна дерева после обрезки должна быть равномерно развита в обе стороны. И не иметь сильно загущенный вид. После того, как вы завершили обрезку, не забываем замазать садовой краской все срезы. На старых, на хорошо развитых деревьях мы обычно замазываем срезы площадью от сантиметра и более. На молодых, активно растущих, стараемся замазать практически все сделанные срезы. Замазываем садовой краской. Садовый вар в прохладную погоду, к сожалению, мажется очень плохо. Наносить его не очень удобно. Но если у вас есть садовый бальзам, который держит мягкую консистенцию даже в самую холодную погоду, можно использовать и его. Сейчас есть очень хорошее средство прямо с аппликатором, которыми очень удобно наносить вар на деревья, на срезы. Как еще можно использовать высотный сучкорез? Я его активно использую для того, чтобы замазать ранки там, куда я не могу добраться, либо у меня нет лесенки. Учитывая, что сучкорез может раскладываться до 4 метров с небольшим, я могу достать практически до любого места на кроне дерева. Итак, уважаемые зрители, с вами мы сейчас провели операцию по формировке обрезки молодой, уже плодоносящей яблоньки и снизили ее крону. Подписывайтесь на наш канал Процветок, задавайте вопросы, смотрите наши сюжеты. Процветания вам и вашему саду. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»